Сегодня я расскажу вам про третью часть Врат Балдура, ожидаемой игре по официальному миру Dungeons & Dragons. Проведу целое расследование и поделюсь пререлизным игровым опытом. Чтобы погружение в игру было глубже, а также понять, почему игру так ждут, отвечу на вопросы. Почему NRE и D&D обрели новую волну популярности и как провал ММО игр напрямую влияет на ожидание нового проекта? Хороший вопрос, но если вы не застали D&D третьей редакции или тем более второй, то это просто влияние общей культуры. Вы не подумайте ничего плохого, просто когда в руки крупной корпорации попадается нишевый продукт, они всеми силами качают из него деньги. Кто деньги стрижет, как газон, амазон. Мне плевать, мне плевать, пипа жрет и насрать. А Хасбра, у которых во владении находится Wizard of the Coast, это корпорация. Упоминание о D&D было в теории Большого Взрыва. Дон кидзи драгон! Но это скорее закрепило ассоциацию о том, что это скучная игра для ботаников. Вы оказываетесь в ветхом замке, который скорее всего давно заброшен. Но благодаря внимательности Алвара вы знаете, что вероятно тут поселились гоблины. Вы слышите звуки торжества, по барабанам стучат кости. И тут из-за левого угла раздаются маленькие шаги. Они стремительно идут к вам. Катя, как лидеру группы тебе срочно нужно принять решение. Я вот все думаю, как мы вообще до такого докатились? Почему четыре взрослых человека сидят обложенные пластиковыми фигурками, тетрадками и карандашами? Илья, хватит жрать! А вот упоминания в таких молодежных проектах, как Gravity Falls, почти весь второй сезон Ривердейл и первый сезон Очень Странных Дел, Рик и Морти привели за собой много новой аудитории. У создателя последнего вообще есть целый сериал про ДНД Хармен Квест. Дэн Хармен зовет своих друзей-знаменитостей поиграть в эти игры перед аудиторией здесь, в Голливуде. Я не понимаю этого и использую бросить что-нибудь, потому что хочу ему помочь. Которые нагло украли создатели подземелья Чекенкари. Ой, то есть вдохновились и адаптировали. Но надо признать, что сделали это очень даже хорошо. Один из эльфов, который преграждает вам путь, выставляет вперед руку и говорит, нет, потому что вы убийца. А как мы знаем, упоминание чего-то является лишь ответом на запрос аудитории. Сильно подросли зарубежные блогеры, связанные с этой тематикой, что доказывает растущий интерес. В 2023-м вышел полнометражный фильм «Подземелье и драконы. Честь среди воров». Можно еще четыре, да? Да. Нет, нет, это не тебе вопрос. Это разве тоже считается? Да. Проклятие. Отвечай, когда я тебя спрошу. Ясно? Да. Зачем ты добавил ясно в конце? Это не я. Фантастика. Все это постепенно затаскивало новую аудиторию. Визарды даже новую редакцию «Подземелье» анонсировали. D&D One. Сейчас мы находимся в начале новой генерации Дунжей и Драконов. И сегодня мы будем представить немного, что в нас находится, которая, как я поняла, будет направлена на понижение порога входа в этот мир фэнтези. Вот только в погоне за вниманием новых игроков корпорация успела сильно разозлить старичков. А слитая в сеть новая лицензия на использование продуктов компании частными авторами создала целое движение под хэштегом OpenD&D. Вкратце, раньше авторы могли писать и продавать свои приключения на основе правил D&D. На кикстартере это очень популярная вещь. Но если новая лицензия вступит в сеть, то компания будет иметь очень немаленький процент от продаж. Либо вовсе будет иметь право забрать весь продукт себе. В 2022 году Hasbro потеряла почти 50% от пика стоимости акций, в том числе из-за того, что вызвали гнев фанатов МТГ. А это, между прочим, самая популярная коллекционная карточная игра в мире. Фанаты были недовольны тем, что за последние три года Wizard выпускали слишком много продуктов, как говорится, без оглядки. Да-да. Страдал внутриигровой баланс, постоянно улетали в банкарты и ухудшилось качество самой продукции. Уже в 2023 году Hasbro сказали, что сократят 15% сотрудников из-за падения спроса на все товары компании. Ну и гвоздь в крышку экономики забивает то, что производители МТГ и D&D отменили минимум 5 видеоигр, создающихся по этим вселенным. Так что получается, маркетологи активно работают на привлечение новой крови для высасывания денег, но вот преданность олдов хоронит компанию. Из-за чего инвесторы, боящиеся любого конфликта над компанией, выводят свои деньги. Да-да. Вся эта информация была для создания общей картины, где маятник популяризации был запущен, но вот общей выгодой уследить не получается. Это не я. ММО-РПГ активно теряет популярность как жанр. Не будем обсасывать то, что World of Warcraft умирает, это не совсем так, но Близзарду уже больше шести лет не предоставляют информацию об онлайне. Лучше поговорим о свежих проектах. Так, например, New World от Amazon спустя месяц после релиза в 2021 году потеряла 40% игроков, а в настоящее время имеет очень бедные 19 тысяч онлайна за сутки. Причиной тому, как ни странно, то, что ММУ больше не конкурентна в качестве социальной сети. Ведь все друзья спокойно сидят в Дискорде и могут общаться с тобой даже когда работают. А сессионные игры, такие как КС, Дота, Лига Легенд, Варзоны, уже устанешь перечислять дальше, забирают игроков, давая им возможность получать удовольствие от игры не когда-то там, при достижении максимального уровня, а прямо здесь и сейчас. При этом жанр РПГ своей популярности не теряет. Есть очень много людей, которые жаждут интересной истории, даже в средневековом фэнтези. Ведьмак 3, на который даже официальный ремастер вышел, Элден Ринг со своими объемами продаж, Маутен Блейд, Хогвартс Легаси. Эти примеры доказывают, что те, кто играли в ММО ради сюжета, давно эмигрировали по другим играм. Выше приведенные факты показывают, что в 23 году оказалось очень желанным поиграть во что-то, что дает ощущение эксклюзивности и причастность к небольшому комьюнити, такое как ДНД. При этом даст возможность получить яркие эмоции на протяжении всего нахождения в игре с первых минут, без потребностей в кооперировании и гринда как в ММО. Однако сегодня мы рассмотрим, как закрыть квест на убийство 3000 мобов. Да-да. Если закрыть эти потребности и украсить их современной графикой, красивой историей, чувством развития персонажа, свободой действий, то мы получим очень ожидаемый проект. Именно таким и стал Baldur's Gate 3. Игра официально выйдет на ПК 3 августа, поэтому сегодня я буду рассказывать о пререлизной версии. Однако это позволит понять вам, стоит ли покупать игру вообще. Осторожно, в ролике есть спойлеры, но я постаралась их минимизировать. Меня зовут Катя Упрямкова. Поехали! Игру можно успеть купить в Steam за 2000 рублей. После установки 80 гигабайт вас встречает вот такой начальный экран. Честно, скучновато. Какая-то пещера и минимализм панелей. Пройти можно соло-компанию или с друзьями, как по линейному подключению, так и создать свой сервер. Сделано это не очень удобно, как будто открыло меню третьего варика. Но нажав «Новая игра», можете не переживать. Соратников вам будет подкидывать. Однако, если вы боец-одиночка и не хотите слушать чужой негатив в свою сторону, со всеми можно попрощаться или отправить их отдохнуть в лагерь. Кстати, про отдых. Каждый раз, когда вы постараетесь устроить глубокий отдых, а это ночевка, ваши соратники будут вас гнобить длительными диалогами о том, что скоро все мутируют и медлить нельзя. Да, катализатором вашего движения будет то, что вам в мозг подсадили паразиты, и от него нужно скорее избавиться. Именно с такого синематика начинается ваше приключение. Меню создания персонажа выглядит хорошо, но не инновационно. Любая корейская MMORPG даст жару по кастомизации вашего персонажа. Однако, мне нравится, что многие пункты по сравнению с другими играми про ДНД упрощены. В игре и в работе классов разберется каждый, даже кто совсем не знаком с настольно-ролевыми системами. Я решила создать эльфа-друида. Нравится мне, знаете ли, разговаривать с природой и собирать траву. После выбора расы и класса, в котором есть подпункты, выбираем предысторию. Можно смело в бой? Нет, вам еще нужно выбрать, кто вам нравится, поэтому парни, которые играют за девчонок, будьте аккуратны. Игра, по всей видимости, очень толерантна, и дело не в цвете кожи эльфов, а в том, что голос моего персонажа мужской. И обращаются ко мне периодически, как он. Вообще, это оказалось очень забавно, играть за красивую эльфейку с мужским голосом. Видимо, комментарии про то, что я мужик, теперь еще более обоснованы. Я так и не поняла, при релизной баг это, или я накосячила в меню создания персонажа. Вернемся к нашим синематикам. Они потрясающие, серьезные, их много, они яркие, эмоции персонажа выглядят контрастно. Рендер иногда отставал, особенно доспехи, но я уверена, это поправят. Или у меня вместо 4070 Ti внезапно 1650. Друид как класс мне очень понравился. Возможность превращаться в медведя, кошку и многих других на самом деле подарили уникальные ощущения от этого класса. Для людей, незнакомых с ДНД, будет интересным смотреть на диалоги между персонажами, взлом замков, поиск ловушек, бои и изучение трупов. Влияет и красивая анимация броска кубика, к которому применяются различные бонусы и штрафы. Тут рандом тебя не угнетает, а наоборот стимулирует верить в то, что персонаж живой, и у него не все может легко получаться. Вид у игры от третьего лица, однако это не минус. Широкие возможности управления камерой позволяют вам совместить удобство с чувством, что ваш персонаж это вы, а это очень важно для РПГ. Игра не подразумевает спидран, поэтому бегать вы будете очень часто. Несмотря на то, что по карте есть быстрое перемещение, я бы не отказалась от ранней возможности получить ездовое животное. Самое важное в ролевой игре и то, почему люди вообще готовы собираться на дому и сидеть с листиками и карандашом, играя в НРИ, это свобода действий. Я уже говорила, что с соратниками, которые очень контрастны в своей философии и характере, можно как подружиться, так и попрощаться. Но куда важнее то, что игра позволяет не щадить никого. Хотите убивать мирных граждан? Пожалуйста. Хотите быть алчным и просить вознаграждения за любую помощь? Без проблем. Являетесь добродетелем и помогаете невинным? Отлично. В первом акте вот эти рогатые персонажи, именующиеся тифлингами, как раз очень зависят от вас. Вся эта свобода сначала пугает. Я была в шоке, поняв, что могу спокойно договориться с гоблинами и помочь им вырезать священную рощу друидов со всеми жителями и теми самыми тифлингами. Например, я потеряла глаз при диалоге с болотной ведьмой, за что получила эффект, который дает преимущество в запугивании, но накладывает штрафы при внимательности. Хотя могла просто убить ведьму. Окружение также реагирует на твои действия. Хочешь взломать замок на глазах у всех или что-то украсть? Осторожно, можно и в тюрьму загреметь. В общем, тема добра и зла тут субъективна. Очень интересно, насколько далеко тут можно зайти в роли злодея. Поговорим про бой. Боевка пошаговая, но не утомляет. Есть качественное позиционирование классов, из-за чего очень хочется поиграть с кем-то из игроков. При этом стиль боя также определяете вы. Тут я никак не могла победить пачку гоблинов, а если это получалось, то обходилось большим количеством ресурсов. Посидев и подумав, я вспомнила о стелсе. И да, оказалось, что перебить всех гоблинов можно втихую, заняв грамотные позиции. Хочешь рья нанестись в гущу боя? Пожалуйста, но будь готов платить ресурсами. Хочешь наиболее выгодные исходы? Придумывай тактику, пользуйся позиционированием, и ты обречен на успех. Напрягает то, что не в каждый угол ты можешь засунуть свой нос. Просто браздить просторы не получится. Ты все равно на кого-то наткнешься и вынужден будешь взаимодействовать. Багов, кроме графических, на пререлизной версии почти не повстречала. А значит, есть шаткая надежда, что на официальном старте игра будет радовать своей плавностью. Но опыт прошлых игр разработчиков все-таки негативный. Очень надеюсь на качественную оптимизацию, чтобы ощутить кайф от игры могли игроки с простым железом. Подводя итоги и отвечая на вопрос, стоит ли покупать ворота Балдура 3, могу сказать следующее. Если вы любите свободу действий, недоступную, например, в Assassin's Creed, цените глубокую проработку NPC, способны наслаждаться неспешным прохождением без спортивного интереса, как в играх серии Souls и Souls-like. Готовы составлять билд персонажей и сочетать его с выпавшими предметами. Не любите настольно ролевые игры за огромный пласт необходимых подсчетов и записей. При этом очень хотите кидать манящие D20 кубы, то игра однозначно вам понравится, и рекомендую купить ее до выхода полной версии, чтобы получить бонусы. Эта игра не заменит вам живой энреи, или не даст бешеного экшена в боях, как сессионные проекты. Но однозначно зайдет всем любителям ММО, которые ушли из жанра по причинам, описанным в этом ролике. Балда лишена этих недостатков. А я приглашаю вас на свои стримы по Балде и в свои телеграм-каналы. Всем удачных бросков!